Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами присутствуем на вебинаре, который посвящен вопросам острых и неотложных состояний в практике врача. Задача данного вебинара кратко познакомить вас со структурой цикла, который мы планируем в следующем месяце. Он будет трехдневным и посвящен более детальному разбору острых и неотложных состояний, а также отработке практических навыков, которые наиболее часто встречаются в практике врача до госпитального этапа. Наверное, наиболее актуальна это будет информация для врачей скорой помощи с точки зрения отработки каких-то практических навыков, но как показывает опыт, любой врач, который имеет отношение к непосредственному приему пациентов в рутинном режиме, так или иначе сталкивается с ситуациями, в которых приходится оказывать экстренную неотложную помощь. Некоторые из этих состояний мы рассмотрим сегодня более детально и в ближайшее время, несколько минут, поговорим о расширенной сердечно-легочной реанимации, в частности о дефибриллируемых и недефибриллируемых ритмах. Часть навыков, которые мы будем обследовать, обсуждать и отрабатывать в течение наших практических занятий, кратко отражены на данных слайдах, это внутримышечный доступ, внутрикостный, фибрилляция дефибриллируемой и недефибриллируемой ритмы, анафилактический шок, расширенная сердечно-легочная реанимация, острое кардиогенное состояние и так далее. В числе навыков, как я уже сказал, внутрикостный доступ, сосудистый доступ, венозный, установка периферических венозных катетеров, дефибрилляция, интубация, менеджмент дыхательных путей. Все это мы отрабатываем на наших занятиях в рамках формате так называемых клинических сценариев. Что они из себя представляют, вы увидите чуть позже более детально. Скажу сейчас, что это занятия на манекенах высококачественных, высокотехнологичных, которые позволяют имитировать все базовые основные жизненные функции и работать с подключением аппаратуры, которая используется в реальной практике врачей, скорой помощи, анестезиологов, реаниматологов. Несколько слов по поводу аккредитации. Как вы знаете, сейчас изменилась система повышения квалификации врачей. Для подтверждения так называемой аккредитации с января 2020 года вступает в силу законное постановление, что проходить аккредитацию, повышать уровень квалификации мы будем на основании так называемых паспортов, экзаменационных станций. Данные паспорта, данные станции, они проходят, тренировки на них проходят на таких же манекенах фактически, которые мы представляем на своей учебной площадке. Ситуация проходит следующим образом, то есть испытуемый, экзаменуемый заходит в комнату, где находится ассистент, где находится манекен и запускается определенный клинический сценарий, согласно которому существует некий протокол, который испытуемый должен отработать. Вот одна из задачей нашего курса, это как раз позволить отработать частично те или иные элементы данных паспортов. В основе алгоритмов, которые мы используем, в частности, по базовой сердечно-легочной и расширенной сердечно-легочной реанимации, это рекомендации Европейского реанимационного совета, а также нашего национального совета по реанимации, с которыми мы, собственно говоря, и будем работать. Как вы знаете, существует понятие базовых реанимационных мероприятий и расширенных реанимационных мероприятий. Базовые рассчитаны буквально на широкую аудиторию, их проводить могут даже люди без медицинского образования, без какой-то квалификации. Как правило, освоение этих навыков проходит в рамках обучения курсов первой помощи и включают они в себя обеспечение проходимости дыхательных путей, поддержание кровообращения, то есть, если сводить все совсем к упрощенной схеме, это компрессии и вдохи, обеспечение проходимости дыхательных путей и дыхания. Расширенные реанимационные мероприятия проводятся медицинскими работниками и включают в себя также дополнительно использование профессионального дефибриллятора, дифференциальную диагностику фибриллируемых и недефибриллируемых ритмов, осуществление сосудистого доступа с помощью либо венозного доступа, либо доступа внутрикосного. Суть расширенной СЛР, как я уже сказал, это использование дефибрилляторов, а также медицинских препаратов, использование адреналина, кардарона, сосудистый доступ. Здесь немножко статистики на этом слайде. Компрессии грудной клетки и дефибрилляции выполнены в течение 3-5 минут от внезапной остановки сердца, обеспечиваясь выжимаемость в пределах 49-75%. Каждая минута промедления дефибрилляции уменьшает вероятность выживания на 10-15% примерно. Отсюда следующий вывод очень важный, что все перерывы в компрессиях критически важны, поэтому нужно стремиться их минимизировать. Базовая вещь, которую мы сегодня с вами должны для себя усвоить, проговорить еще раз, акцентировать на этом внимание, это то, что расширенные соревновационные мероприятия будут принципиально отличаться в зависимости от исходного ритма, который мы определяем на мониторе. Так называемые фибриллируемые и недефибриллируемые ритмы. Грубо говоря, видим мы асистолию изолинию или мы видим какую-то кривую пилу, которая вызывает у нас подозрения на то, что имеем дело с фибрилляцией. Итак, ритмы, подлежащие дефибрилляции, это в первую очередь фибрилляция желудочков, а также тахикардия с широкими комплексами, так называемая. Общий принцип тот же самый сохраняется, что и при базовой сердечно-легочной реанимации. Мы начинаем проводить компрессии, проводить вдохи в соотношении 30 к 2 и стараемся как можно быстрее подключить кардиомонитор, чтобы определиться с тем, какой ритм у пациента. Изначально, когда мы только-только видим остановку сердца, мы еще не можем наверняка сказать, есть или нет фибриллируемый или недефибриллируемый ритм. Соответственно, наша задача определиться с этим как можно раньше. Как только мы принесли дефибриллятор или наложили электроды с помощью, если у нас есть монитор, прекращаем компрессии и анализируем ритм. Если мы видим широкие комплексы, если мы видим расширенные комплексы, которые дают нам подозрение на фибрилляцию желудочков или тахикардию с широкими комплексами, мы прибегаем к электроимпульсной терапии, к дефибрилляции. Если мы не видим широких комплексов, если мы видим изолинию, соответственно, наша задача продолжать компрессии и максимально быстро использовать адреналин. Каждые две минуты мы останавливаемся, проверяем ритм, затрачивая на это минимальное время. В случае, если мы видим ритм с широкими комплексами, которые требуют дефибрилляции, соответственно, мы набираем заряд 200 или 300 килоджоулей в зависимости от конкретной модели дефибриллятора и в свою очередь снова прекращаем компрессии для того, чтобы наложить электроды, нанести разряд и независимо от полученной результата, не тратя время на анализ ритма после разряда, мы продолжаем, соответственно, дальнейшие компрессии грудной клетки в течение двух минут. После двух минут мы снова останавливаемся, проверяем ритм по монитору, тратим на это минимальное время. Если мы снова видим фибрилляцию желудочков или тахикардию с широкими комплексами, снова набираем ритм, набираем заряд и после третьего разряда, также вводим внутривенно или внутрикостно в зависимости от сосудистого доступа 1 миллиграмм пнефрина и 300 миллиграмм аммиадарона внутривенно или внутрикостно. Дальше цикл повторяется, каждые две минуты мы оцениваем ритм и, соответственно, продолжаем сердечно-легочные реанимации. Схематично на следующих слайдах отражена схема проведения сердечно-легочной реанимации с использованием дефибрилляции. Компрессии, останавливаем компрессии, оцениваем ритм, продолжаем компрессии, при необходимости заряжаем дефибриллятор, продолжая компрессии, соответственно, на этом фоне, прекращаем компрессии, наносим разряд, снова продолжаем компрессии и так до тех пор, пока либо мы не восстановим синусовый ритм, либо, соответственно, не пройдет время, после которого мы уже констатируем, соответственно, биологическую смерть. Краткий алгоритм компрессии, сердечно-легочная реанимация, компрессии и вдохи 32, первый разряд, без пауз проверка ритма, 32 еще две минуты, второй разряд, снова компрессии и после третьего разряда вводим адреналин и продолжаем его вводение каждые 3-5 минут. В том случае, если мы имеем дело с ритмом, который не поддается дефибрилляции, это асистолия или второй вариант, электрическая активность сердца без пульса, алгоритм принципиально начала, старт будет тот же самый, принципиально отличаться они не будут, то есть мы начинаем сердечно-легочную реанимацию в соотношении 32 и сразу, как только можем обеспечить сосудистый доступ, вводим адреналин, дозе 1 мг. Подключаем кардиомонитор, соответственно, убеждаемся в том, что это асистолия или мелковолновая фибрилляция желудочков, продолжаем сердечно-легочную реанимацию, но, естественно, в этом случае мы не проводим дефибрилляцию, поскольку есть риск повреждения миокарда. Ритмы, не требующие дефибрилляции, это асистолия или электрическая активность сердца без пульса. На кардиограмме, на мониторе мы будем видеть в данном случае изолению при асистолии или в случае с электрической активностью сердца без пульса, так называемая электромеханическая диссоциация, можем видеть какой-то ритм, но при этом будет отсутствовать пульс на центральных и периферических сосудах и фактически будет отсутствовать как таковая гемодинамика. И в том и в другом случае алгоритм будет одинаковой, то есть мы расцениваем наличие электрической активности без гемодинамических проявлений как асистолию, начинаем сердечно-легочную реанимацию в 30 к 2 и максимально быстро стараемся вести адреналин. Обеспечиваем внутривенный или внутрикосный доступ, после этого по возможности проходим из дыхательных путей, вентиляция легких. В течение двух минут проводим сердечно-легочную реанимацию, прекращаем, проверяем ритм, затрачивая минимальное время. Если сохраняется асистолия, снова продолжаем СЛР и вводим адреналин каждые 3-5 минут. Следующим слайдом иллюстрируется как раз собственно графическое изображение этих ритмов. Здесь мы видим крупноволновую фибрилляцию желудочков и желудочковая тахикардия. Крупноволновая фибрилляция желудочков выглядит как такой забор, или пила ее еще называют. Размашистые комплексы, они деформированы, у них отсутствует структура, ритмичность. Это прямое показание для применения электроимпульсной терапии. Желудочковая тахикардия может выглядеть более органично и структурированной. Она сохраняет некую структуру за счет того, что импульсы исходят из ножек пучка ГИСа, из дистальных структур, но гемодинамически эти сокращения желудочков также неэффективны, как крупноволновая фибрилляция. Ритмы, не требующие нанесения разряда дефибриллятора, это асистолия и мелковолновая фибрилляция желудочков. При мелковолновой фибрилляции смысла наносить разряд электроимпульсной терапии тоже отсутствует, потому что мы не добьемся восстановления ритма за счет того, что малая амплитуда и низкая электрическая активность. Поэтому в этом случае только компрессии. Электромеханическая диссоциация, несколько слов еще скажу, это ритмы, которые также не требуют дефибрилляции, может сохраняться при этом нормальная активность электрокардиографическая, синусовый ритм или ритм из АВ-узла. Тем не менее, эффективный сердечный выброс при этом отсутствует. Причины так называемая условная аббревиатура 4G и 4T гипоксия, гипотермия, гиперкалиемия, гиповалиемия, которые могут приводить к электромеханической диссоциации. И 4T это тампонада сердца, напряженный пневмоторакс, тромбоз, токсины. Тампонада является наиболее клиническим, скажем так, иллюстративным вариантом. То есть, когда кровь из камер сердца попадает в перекат, в околосердечную сумку, она сдавливает сердце, соответственно, не находя выхода при этом. Сокращение электрической активности сохраняется, но гемодинамических эффективных сокращений не происходит из-за сдавления сердца извне. Соответственно, в этом случае нам тоже дефибрилляция не поможет. Здравствуйте, уважаемые участники. Продолжаем наш вебинар. Этот блок посвящен анафилоксии и анафилактическому шоку. Для начала напомню вам порядок действий при возникновении неотложной ситуации. Он одинаково применим и к условиям анафилоксии, и к ситуации с другими неотложными состояниями. Первый шаг в подобной ситуации — это остановить проводимую процедуру, особенно если это связано с контактом с возможным аллергеном. Прервать введение аллергена в организм. Дальше. Вызов скорой помощи или вызов реанимационной бригады, или вызов помощи каким бы то ни было другим путем нужно привлечь внимание к разворачивающейся в кабинете неотложной ситуации. Следом за этим следует первичная диагностика. Мы проверяем признаки жизни, сознание, дыхание, пульс. Если с этим все плохо, то никакие другие параметры ни измерения давления, ни открывания окна, ни запрокидывания ног нас уже не интересуют. При остановке дыхательной деятельности как можно быстрее начинать реанимационные мероприятия. В сомнительной ситуации на предмет дышит или нет, всегда ситуация трактуется в пользу не дышит и начала реанимационных мероприятий. Потому как это наиболее опасная, наиболее скоротечная ситуация со внезапной остановкой кровообращения. И как можно быстрее кровообращение нужно возобновить. Если все не так страшно, пока и пациент у нас дышит, пусть даже он находится без сознания или с определенным нарушением уровня сознания, тогда у нас есть время на то, чтобы придать ему оптимальное положение, подумать, что выгоднее приподнять голову или задрать ноги вверх. И начинается вторичная диагностика. На этапе вторичной диагностики мы измеряем артериальное давление, по возможности мы проводим пульсоксиметрию, мы измеряем уровень глюкозы, снимаем ЭКГ, если это возможно, анализируем какие-то признаки там. Если возможно, общаемся с пациентом, с его сопровождающими на предмет, что это такое, бывало ли это раньше и о чем забыли рассказать в ходе сбора анамнеза. И сообразно имеющимся средством, доступным нам на рабочем месте. Мы стараемся купировать проявление неотложного состояния, наблюдать до прибытия бригады скорой помощи, хотя бы продержать пациента без ухудшения его состояния. Эта же схема будет работать и при наступлении какой-то генерализованной аллергической реакции. Когда бы это ни произошло, как можно скорее сразу же остановить проводимую процедуру, если мы подозреваем попадание аллергена в организм. После этого вызов помощи и по той же самой схеме реагирование на происходящее. В отношении анафилоксии напомню вам, что для постановки диагноза анафилоксии, анафилоксией нынче именуется любая генерализованная аллергическая реакция, потенциально угрожающая жизни, в том числе и анафилактический шок. Это один из вариантов проявления анафилоксии, когда ведущим симптомом является артериальная гипотензия, резкое падение артериального давления. Так вот, согласно клиническим рекомендациям 2020 года, диагноз анафилоксия мы будем выставлять, устанавливать, ориентируясь на поражение четырех систем органов, наиболее часто компрометируемых в ситуации с аллергией. Это сердечно-судистая система, кожа слизистая, дыхательная система и желудочно-кишечный тракт. Ситуация первая – контакт с аллергеном возможен, но не подтвержден, то есть аллерген вероятен. Примером этого служит, к примеру, инъекция местного анестетика или ужаление насекомым, которое потенциально несет с собой риск развития аллергии, но достоверно неизвестно, что пациент имеет отягощение аллергоанамнеза по данному аллергену. В этой ситуации для выставления диагноза анафилоксии и начала реагирования на эту ситуацию как на опасную для жизни нам достаточно проявлений со стороны двух систем органов из представленных на этом слайде, двух и более. Какую симптоматику мы ожидаем? Со стороны сердечно-судистой системы мы ожидаем тот самый сердечно-судистый коллапс, резкое падение давления. Систолическое давление ниже 90 – это опасный признак. Со стороны кожи слизистых мы ожидаем высыпания, мы ожидаем зуд и отеки, в том числе отек в области верхних дыхательных путей, то, что именуется отеком квинки. Со стороны дыхательной системы мы ожидаем картину, похожую на бронхоспазм, свистящее дыхание, шумы, преобладающие на выдохе, хрипящее дыхание, булькающие звуки. Со стороны желудочно-кишечного тракта мы ожидаем картину острого живота. Схваткообразные боли в животе, тошнота, рвота, понос, вынужденная поза на боку с поджатыми ногами поза эмбриона. И вот в ситуации, когда это вероятный контакт с аллергеном, но не подтвержденный. Любое сочетание этих признаков со стороны двух систем или более дает нам картину генерализованной аллергической реакции. К примеру, после ужаления или контакта с анестетиком у пациента снижение давления и нарушение дыхания против бронхоспаза, это анафилоксия. После контакта с потенциальным аллергеном у него зуд, высыпание на кожу и жалобы на боли в животе, на чувство подташнивания, на пазы, на дефекацию, это анафилоксия опасная для жизни. Падение давления и проблемы с животом, то же самое. Покрывание высыпания, проявление со стороны кожи слизистой и поражение дыхательной системы, то же самое. То есть поражение двух систем в любом сочетании. В ситуации, когда аллерген известен, к примеру, пациент у нас что-то употребляет в столовой, в кафе и только потом узнает, что в состав этого блюда входили орехи или морепродукты или что-то еще, на что у него уже подтвержденная аллергическая реакция в прошлом была. В этой ситуации ведущим компонентом, наиболее угрожающим является артериальная гипотензия. Упало давление, всех остальных признаков можно не дожидаться для того, чтобы понимать, что эта ситуация опасна для жизни. Что в первом варианте, что во втором, резким снижением давления мы называем систолическое ниже 90 миллиметров ртутного столба или просадка более чем на 30% от исходного уровня. Итак, с диагностикой разобрались. Не хотим мы себе в этом признаваться, но у нас появилась мысль, что то, что мы видим, похоже на анафилоксию, на анафилактический шок. Или, чего хуже, мы намерили низкое давление после того, как пациент сконтактировал с возможным аллергеном. Значит, первый препарат, который должен у нас появиться в руке как можно быстрее, это адреналин. Именно адреналин статистически и практикой подтвержденный препарат, который заведомо влияет на выживаемость в подобной ситуации. И скорость, с которой получена первая доза адреналина, представлена на этом слайде, схема реагирования, скорость, насколько быстро пациент получил первую дозу адреналина, во многом определяет исход этой ситуации. Поэтому, не меняя позы пациента, не теряя время на раздевание, на обработку места вкола, первая доза адреналина делается внутримышечно в наиболее крупную из доступных мышц. Вы видите на слайде, если пациент находится в положении на спине, то это наружная передняя поверхность бедра. Если он находится кверху ягодицы, это наружный верхний квадрант ягодицы. Никакие другие варианты введения, о которых вы могли слышать, не дают преимущества по сравнению с внутримышечным введением, поэтому это наиболее быстрый вариант, не требующий сосудистого доступа прямо в мышцу. На взрослого человека 0,5 мл, они же равны 0,5 мг. На ребенка 6-12 лет это 0,3 мг, на ребенка младше 0,1 мг. Возобновить эту дозу можно примерно через 5-10 минут. Можно и нужно, если в этом есть потребность по итогам измерения давления. Итак, первый шаг в подобной ситуации – это прекратить контакт с аллергеном, насколько это возможно, как можно быстрее ввести адреналин, задрать ноги вверх, что дает централизацию кровообращения. На следующем слайде продолжение. Вторым ключевым компонентом является подготовка массивной инфузии. Следом за первой некцией адреналина мы начинаем обеспечивать два периферических сосудистых доступа наиболее крупными катетерами, которые мы можем позволить себе в данной ситуации. Мы готовимся к массивной инфузии, решение о которой мы будем принимать где-то в районе третьей инъекции адреналина внутримышечно. Каждые 5-10 минут мы перемериваем эффект адреналина, мы перемериваем артериальное давление, мы стараемся выйти на целевые показатели систолического давления в 90 мм ртутного столба. Если это не происходит, значит мы добавляем дозу адреналина внутримышечно. И вот примерно в районе третьей дозы у нас должны быть поставлены два периферических сосудистых доступа, собраны две капельных системы с солевым раствором, лучше если это будет полиионный раствор. И мы начинаем массивную инфузию, если эти предшествующие дозы адреналина не справились с ситуацией и не стабилизировали давление, не подняли его до уровня хотя бы в 90 мм. Скорость массивной инфузии допустима до 2 литров солевого раствора за 10 минут. Поэтому это два сосудистых доступа, поэтому это полностью открытые затворы на капельнице. Вот это ключевые моменты. Все остальные мероприятия с введением глюкокортикостероидов, с кислородом, с бронхолитиками и антигистаминными препаратами, все это мероприятия второго ряда, которые направлены на снятие остаточной симптоматики. Жизни спасающими мероприятиями являются адреналин, подготовка массивной инфузии, прекращение контакта с аллергеном и мониторинг всех показателей, которые мы можем себе позволить. Хотя бы минимально давление. Еще раз в текстовом варианте на этом слайде. Мероприятие первого ряда. Прекратить введение контакта с аллергеном. У пациента поднять ноги вверх, категорически не пытаться усадить, не пытаться вертикализировать, только горизонтальное положение, лучше с задранными ногами вверх. Обеспечить проходимость дыхательных путей, как можно быстрее выполнить первую нексу адреналина внутримышечно. Дальше подготовка венозного доступа, подготовка массивной инфузии, возобновление адреналина каждые 5-10 минут и контроль состояния до прибытия специалистов, до прибытия бригады скорой помощи или реанимационной бригады. Мероприятие второго ряда, представленное на данном слайде, как правило, это удел либо бригады скорой помощи, либо уже стационарного этапа. Редко до этих мероприятий доходят на уровни амбулатории и до госпитальной помощи. Важнейшими, еще раз повторюсь, являются адреналин и подготовка массивной инфузии. Представленные здесь мероприятия введения гормонов, ингаляция кислорода, бронхолитики и антигистаминные препараты, еще раз, это симптоматическая терапия, которая на выживаемость не влияет, которая не должна собой заменять тот самый адреналин и массивную инфузию. Это для снятия остаточной симптоматики. Несколько слов по поводу примедикации, представленных на этом слайде. Предотвратить развитие аллергических реакций мы можем следующими мероприятиями. Во-первых, сбор анамнеза. Если выясняется какое-то отягощение по аллергии, то направление на аллергопробы и запрос заключения аллерголога по тем препаратам, которым мы будем работать, за три дня до предполагаемой процедуры, до предполагаемого контакта с аллергеном, с возможным аллергеном, это гипоаллергенная диета, адсорбенты и антигистаминные таблетированные препараты. Таким образом, мы по механизму действия антигистаминных препаратов стабилизируем те самые тучные клетки, мы забиваем рецепторы в сосудах, гистаминные рецепторы, и даже при развитии аллергической реакции мы снижаем ее негативный эффект, а может быть даже и предотвратим. Если предполагается у нас проведение процедуры для пациента, у которого в анамнезе уже есть тяжелая аллергическая реакция, в идеале бы нам подстраховаться участием в этом анестезиологической бригаде, то есть отправить пациента в стационар. Если это невозможно, то к вышеописанным мероприятиям добавляется дополнительно за час до контакта с аллергеном предполагаемым введение глюкокортикостероида и антигистаминного препарата парентерально. Плюс на протяжении двух дней после проведенной процедуры антигистаминные препараты в табликированной форме. С теорией это все, теперь мы попробуем вам продемонстрировать последовательность этих действий в условиях симулированного сценария на специальном манекене. Благодарю за внимание. Итак, у нас пациент, который через какое-то время, предположим 10-20 минут после получения местного анестетика, начал предъявлять жалобы на головокружение, затруднение дыхания, потемнение в глазах. Мы в такой ситуации сразу измеряем давление, осматриваем кожные покровы, находим у него высыпания, похожие на аллергические. Давление мы намерили 80 на 50, что нас очень пугает. И мы действуем по алгоритму борьбы с анафилатическим шоком. Горизонтализируем кресло, насколько это возможно, готовим адреналин. Павел, пожалуйста, пол кубика адреналина. В наиболее крупную из доступных мышц, наружную переднюю поверхность бедра, мы вводим первую дозу адреналина. Дальше готовим сосудистый доступ. Накладываем жгут, затягиваем его, используем венозный катетер, обрабатываем предварительное место инъекции, согласно правилам асептики-антисептики. Прокалываем вену, осторожно по мандрену пропускаем катетер, удаляем жгут, пережимаем основание катетера. К сожалению, не всегда это избавляет от таких ситуаций. Получаем аспирационную пробу. Отлично. Можно посушить, да, спасибо. Пластырь, пожалуйста. Держу. Так, мой ассистент накладывает, фиксирует катетер с помощью полосок пластыря. Отлично. И теперь мы можем перейти на венозную систему, обеспечить инфузию. Пережимаем основание опять-таки вот таким образом. Все, мы обеспечили сосудистый доступ, у нас уже есть инфузия, и мы можем переходить к следующему этапу. Условно разбираем ситуацию, что у нас ушло на это ориентировочно 5-7 минут. Это как раз время следующего измерения давления. Проводим мониторинг, измеряем давление, намерили 80 на 50, то есть на целевые показатели в 90 мы не вышли, поэтому у нас следующая доза адреналина, полкубика. И подготовка второго сосудистого доступа. Здесь это будет внутрикосный доступ. Мы проецируем ситуацию, что доступ к вене, ко второй вене периферической у нас невозможен после нескольких попыток, и мы пробуем обеспечить внутрикосный доступ. Внутрикосного доступа будем использовать максимальный большеберцовый доступ. Анатомическим ориентиром для нас будет служить нижний край надколенника и бугристость большеберцовой кости. Медиально на 1 см ниже нижнего края надколенника имеется плоская площадка, медиальная поверхность большеберцовой кости, которую мы будем использовать для постановки катетера. Перед тем, как сверлить кость, используем специальный переходник, который идет в комплекте. Заполняем его физраствором, фиксируем. Дальше берем, собственно, дрель, иголка, магнитное крепление, снимаем колпачок, проходим мягкие ткани, утыкаемся в кость, легкое движение руки, отсоединяем дрель и убираем мандрен. Переходник, пожалуйста. Подключаем переходник к установленному катетеру, открываем заглушку. Дальше наша задача ввести болюсно 5-10 мл физраствора. Это необходимо для того, чтобы освободить пространство внутри полости кости, разорвать фибриновые тробекулы и обеспечить тем самым постоянный и эффективный инфузионный поток. Таким образом, мы с вами достигли сосудистого доступа двойного. У нас идет инфузия, кристаллоиды в данном случае. Мы можем также использовать и внутрикостный, и внутривенный доступ для введения глюкокортикоидов, прочих препаратов. Измеряем давление каждые 5 минут, при необходимости повторяем ввод адреналина внутримышечно, и тем самым достигаем клинического эффекта пока не видим значимые гемодинамические изменения артериального давления. В профильном госпитале полевом специальный модуль, который устанавливается, развертывается в точках горячих и прочих, где необходимо медицинское присутствие передвижных систем. Как вы видите, здесь фактически можно проводить мини-операции, даже масштабные операции. Имитация операционного поля. Это наш робот-пациент, манекен 7мен 3G. В данный момент он у нас подключен к аппарату искусственного дыхания. Мы видим, что наложены электроды. Мы можем отслеживать с помощью специального монитора ритмы, сатурацию, уровень артериального давления. Также мы можем подключить реальную действующую аппаратуру любой модели, включая дефибриллятор, с помощью которого, кстати говоря, мы можем выполнять электроимпульсную терапию. Пока мы с вами говорили, у пациента мелковолновая дефибрилляция. Это та ситуация, когда нам необходимо проводить компрессии. Мелковолновая дефибрилляция у нас, как мы с вами помним, не дефибрилляруется, поэтому наша задача раскачать ее до крупноволновой дефибрилляции, которую мы уже, в принципе, можем попробовать стукнуть током. Ассистент в это время продолжает компрессии. Соответственно, я выставляю необходимый уровень заряда, в данном случае 360 джоулей. Заряжаю. Все это время идет непрекращающейся компрессии грудной клетки. Ждем набора заряда. Качаем, ждем. Внимание, всем отойти. Прикладываем разряд и, не дожидаясь результатов и перитонитов, продолжаем выполнять компрессии на протяжении двух минут. До тех пор, пока не убедимся в том, что наши манипуляции возымели эффект. Пациент открыл глаза, задышал. На мониторе мы видим синусовый ритм. Комплексы сердечно-легочной реанимации изменяются синусовыми комплексами. Мы спасли пациента. Мы молодцы. Переходим к следующему модулю. Итак, оказавшись на месте происшествия. В данной ситуации это место ДТП. В первую очередь мы должны обеспечить безопасность себе и пострадавшим. Мы стараемся исключить источник дыма. Мы глушим двигатель, если он еще работает. Мы скидываем клеммы с аккумулятора. Мы выставляем знак аварийной остановки. Мы готовим огнетушитель на безопасном расстоянии. Только после того, как обеспечена собственная безопасность, выставлен наш автомобиль скорой помощи, производится первичная сортировка. Мы осматриваем пострадавших всех друг за другом и принимаем решение. В случае, когда медицинских работников меньше, чем пострадавших, мы принимаем решение о том, кому оказывать помощь в первую очередь. Осмотр пострадавшего начинается с оценки уровня создания и оценки жизненно важных функций. В данном случае мы видим, что пациент у нас без сознания, на вербальный и тактильный контакт не реагирует. Следующим шагом мы должны проверить, убедиться в том, что у него сохранено дыхание. Классический прием вижу, слышу, ощущаю. Наклоняемся над пациентом, щекой пытаемся уловить дыхание, услышать ухом и глазами увидеть колебания или экскурсии грудной клетки. В данном случае мне удалось почувствовать дыхание. Пациент у нас дышит, но мы видим, что у него травма дыхательных путей лицевого отдела черепа, множественное кровоизлияние. Шлем в этой ситуации снимать мы не будем, но мы должны позаботиться о проходимости дыхательных путей. Поэтому я попрошу моего коллегу заняться этим вопросом, а сам быстро продолжу беглый поверхностный осмотр. При осмотре шеи обращаем внимание также на наличие повреждений, выбухание шейных вен, которые могут свидетельствовать о повреждении внутренних органов и признаков нарастающей тампонады сердца. Проверяем целостность грудной клетки. Исходя из оперативности ситуации, в рамках беглого осмотра по алгоритму Стои-Личи, мы убеждаемся в том, что нету повреждений видимых, нет нарушения целостности грудной клетки. На ощупь пытаемся определить наличие крепитации ребер. Поверхностная пальпация, проверяем наличие мышечного дефанса, повреждения внутренних органов живота. Помним при этом также, что у всех пациентов, которые перенесли травму ДТП, даже если пациент в сознании без видимых повреждений, мы всегда должны держать в уме вероятность подкапсульного разрыва печени и селезенки. Это коварная травма, которая может проявиться далеко не сразу, даже не в тот же самый день, когда человек перенес ДТП. Классический случай ударяется грудью и пегастральной областью о руль. Все вроде бы благополучно. Человек на фоне эмоций отказывается ехать в больницу, ему надо решать проблемы с машиной. Через день, через два внезапно падает, коллапс, кровоизлияние подкапсульной селезенки накапливается и при переходе в вертикальное положение на каком-то этапе капсула может рвануть и в брюшную полость выливается до 1,5-2 литров крови. Продолжаем наш осмотр. Оцениваем целостность тазового кольца. Осторожно, аккуратно в области передних и верхних воздушных остей оцениваем наличие повреждений. Бегло проверяем целостность конечностей. В данном случае у нас обращаем внимание на то, что есть открытый перелом лучевой кости, судя по всему. Но, учитывая тяжесть состояния пациента, наша приоритетная задача доставить его, транспортировать в машину скорой помощи, где мы сможем уже перейти на интубацию тракии, подключить его к аппарату ИВЛ и оказать более детальную помощь, наладить сосудистый доступ и провести прочие манипуляции. Для экстренной транспортировки пациента в данном случае мы будем использовать ковшовые носилки. Ковшовые носилки раскладываются с помощью двух креплений, верхней и нижней части, на две половинки. С помощью одной из половинок мы измеряем, условно говоря, длину пациента. Нам нужно отрегулировать их по высоте. Выдвижной шарнир сможет с помощью вот этого выдвижного шарнира мы можем регулировать высоту носилок. Нормально? Отлично. Вторые носилки устанавливаем на такое же деление. Одно деление. Одно, да? Так. И аккуратно поворачиваем пациента таким образом, чтобы подложить под него половинку носилок. Дальше то же самое проделывает мой напарник. Я подкладываю вторую половинку ковшовых носилок под него. Таким образом, с минимальным перемещением пациента мы переносим его на жесткую поверхность. Далее синхронно складываем и фиксируем пострадавшего ремнями. Все это мы проделываем в экстренном темпе, исходя из того, что мы находимся в небезопасном месте. Подняли? Уходим. Уважаемые коллеги, мы приглашаем вас на цикл практикоориентированных тренингах медицинокритических состояний, который начнется с 22 августа. Это три независимых, связанных друг с другом логические тренинга, на первом из которых мы отрабатываем вопросы расширенной реанимации, различия ритмов, подлежащих дефибрилляции и не подлежащих, менеджмент верхних дыхательных путей, внутрикосный доступ. На втором модуле мы разбираем вопросы политравмы и транспортировки, действия на месте происшествия, остановка кровотечения, иммобилизация, переноска пострадавших. Третий модуль, финализирующий по первым двум, это работа по клиническим сценариям. В третий день, без подсказок, вы это делаете на роботизированных манекенах-тренажерах. Курс адресован медицинским работникам экстренных специальностей, а также всем тем, кто чувствует в себе потребность на возможность оказания неотложной экстренной медицинской помощи. До 8 августа у вас есть возможность приобрести участие в этих курсах с 20% скидкой. Приходите, будет интересно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...